Несколько дней назад наша страна добилась очередного большого успеха. Международная конференция КОП-29 пройдет в Азербайджане, Баку. Об этом заявил президент Азербайджана Эльхам Алиев 15 декабря на совещании в связи с проведением в нашей стране в следующем году 29-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата КОП-29. Это решение было принято несколько дней назад всеми странами мира, и, таким образом, Азербайджану в очередной раз было оказано большое доверие и большое уважение. Мы достойны этого, в результате проводимой нами политики у нас очень сильные позиции в мировом масштабе. Уважение к Азербайджану на международной арене с каждым днем растет, и мы завоевали это уважение своими действиями, делами, политикой. Наша независимая политика, наша принципиальная позиция, наша приверженность, верность международному праву и в то же время восстановление суверенитета на всей территории нашей страны еще больше повысили уважение к нам. Важность этого события заключается еще и в том, что это решение было принято спустя два с половиной месяца после проведения антитеррористической операции, и, таким образом, вся мировая общественность еще раз выразила свою поддержку Азербайджану. Должен также отметить, что проведение конференции КОП-29 в Баку стало возможным при согласии всех членов международного сообщества. То есть здесь вновь проявилась единогласная позиция. Правда, после антитеррористической операции некоторые страны Запада выдвинули необоснованные обвинения в адрес Азербайджана. Эти обвинения, выдвинутые против нас, не имеют под собой никаких оснований. Потому что Азербайджан, проведя на своей суверенной территории антитеррористическую операцию против сепаратистов и оккупантов, вновь сам обеспечил верховенство международного права и в то же время восстановил свой суверенитет, соблюдая все гуманитарные нормы. Некоторые западные страны и среди них, конечно же, традиционно Франция не собираются с этим мириться. Хотя уже и международное сообщество видит, что даже Армения смирилась с этой ситуацией, и проведение конференции КОП-29 еще раз это демонстрирует. Однако некоторые политические лидеры во Франции стараются быть больше армянами, чем сами армяне. Но им придется смириться с этой ситуацией. К тому же в ряде случаев на Западе искажается понятие международного мира, международного сообщества. Международное сообщество — это не 30-40 стран. Международное сообщество — это все страны мира, и эти страны единогласно выразили свою большую поддержку Азербайджану. Это происходит не первый раз. В течение четырех лет мы успешно председательствуем в движении «Неприсоединение», и здесь наше председательство стало возможным благодаря поддержке 120 стран. Наше председательство даже было продлено на один год. Уже это было отличным показателем. 120 стран мира выразили Азербайджану свою поддержку. На сей же раз эту поддержку выразили все страны мира. Проведение крупномасштабных международных мероприятий, конечно, возлагает на нас большую ответственность. Однако до сих пор мы провели много международных мероприятий. В этом году мы с большим успехом провели даже Международный астронавтический конгресс. Всем также известно, что это престижное международное мероприятие было проведено в Баку во второй раз. 50 лет назад это мероприятие было проведено в Баку, являвшемся столицей советского Азербайджана, а в этом году в Баку, столицей независимого Азербайджана. Но, конечно, КОП-29 не идет ни в какое сравнение с мероприятиями, проводившимися до сих пор. Даже если вспомнить европейские игры, то тогда приехали 5000 спортсменов и около 3000 сопровождавших их гостей. Но на КОП-29 в нашу страну приедут десятки тысяч иностранных представителей, и в течение двух недель Баку станет центром мира. По некоторым предположениям, в этот период в нашей стране будут находиться примерно 70-80 тысяч иностранных гостей. Считаю, что КОП-29 — одно из самых престижных международных мероприятий в мире. С точки зрения представительства стран она не уступает Генеральной Ассамблее ООН. Поэтому мы должны немедленно дать старт всей подготовительной работе. У нас не так много времени, менее 11 месяцев. Поэтому я посчитал, что первое совещание проведу под своим председательством и дам все необходимые поручения. Меня будут регулярно информировать о выполнении этих поручений. Не сомневаюсь, что и международную конференцию КОП-29 мы проведем на высоком уровне, и это станет очередным большим успехом нашей страны и нашего народа. В то же время Азербайджан, как нефтегазовая страна, проявит себя и в этой сфере, и каждый в мире еще раз увидит, что наша повестка дня связана с зеленой энергией. Создание зеленых видов энергии и транспортировка зеленой энергии на мировые рынки в настоящее время являются приоритетом нашей энергетической политики. Такова реальность, и весь мир еще раз увидит это. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.